Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Стараюсь специально для вас и надеюсь, что вы мне в отместочку поставите лайкос под данным видео. Обязательно подпишитесь на данный канал и прожмёте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну а в этом коротком видео расскажу вам свои топ-10 танков тяжёлых 8, 9 и 10 уровня, для того, чтобы проходить такое событие, как атипичность. Все задаются вопросом, на ком легче всего побеждать, на ком можно легче всего заработать значки тяжёлых танков. Также планируется видео, то же самое по ЛТ, СТ и, соответственно, по ПТшкам. Так вот, ребят, мой топ танков был отобран исключительно исходя из статистики игроков за последнее время, которая выглядит следующим образом. И здесь, да, немножечко больше, нежели 10 танков, но просто 2 из них можно, в принципе, отбросить изначально. Итак, в топ-10, а в моём случае в топ-12, вошли такие машины, как Эмиль-1951, 53ТП, Шкода Т-56, Акула, он же Т-54Е2, Т-77, Объект 252У, К-91, Объект 752, СТРВ-К, Рино-Черонте, ФВ-215Б и Т-95Е6. Почему были отобраны эти машины и какие две тачки я бы отсюда изначально выбросил? Ну, в первую очередь, я бы отсюда убрал саму Шкоду Т-56, потому что на неё проходит ивент, но, с другой стороны, на Шкоде Т-56 можно, в принципе, зарабатывать победы для того, чтобы пооткрывать контейнеры, как это буду делать я. Ну и здесь, ребят, вторая машина, которую можно отбросить, это СТРВ-К. Дело в том, что машина, я бы не сказал, что сильно распространена среди игроков, надо быть действительно неплохо финансово обеспеченным игроком для того, чтобы позволить себе данную тачку, ну и, понятное дело, мало у кого она есть. Убирать из списка не буду, просто оставлю их на своих местах и давайте покажу вам статистику по данным машинам. Я отобрал те тачки, которые пользуются популярностью у игроков, то есть за последнее время на них действительно играло большое количество геймеров, ну и, соответственно, имеют самый высокий процент по победам. Как вы видите, здесь в статистике самое меньшее количество игроков, которое играло на этих машинах, это 1088 игроков и играли эти игроки на объекте 252У. Но обратите внимание, что здесь и процент по победам. Один из самых низких в этих 12 танках. 54,5%. Хотя в целом, если посмотреть на другие машины, то процент довольно-таки даже неплохой. Ну а в отношении всех остальных тачек, завидное количество игроков играет на таких машинах, как, допустим, тот же самый Рина Черонте и, на удивление, наше горячо любимое пиранье. Почему на удивление? Потому что многие игроки говорят о том, что тачка непопулярная, картонная и играть на ней практически невозможно. Но, как вы видите, 56% побед говорят сами за себя. Самый высокий процент по победам это 58,9%. У такого мастодонта, я бы сказал, нашей игры, но не по размерам, а по своей игровой возможности в боях на 9 уровне и против десяток, в том числе, объект 752. Вот такая вот подборка танчиков. Здесь расположены машины от 8 по 10 уровень. Ну и, само собой, я не брал в расчет более низкие уровни, просто потому что простыня получится слишком большой. Главное, что необходимо вам помнить, это то, что играть надо не только на том, что вам рекомендуют, а на том, на чем вы получаете удовольствие. И даже если вы будете проигрывать, но с удовольствием заканчивать бой, то, значит, вы все равно победили. По крайней мере, я придерживаюсь таких позиций. Пишите свои комментарии. Я пошел снимать подборку по СТшкам, ЛТшкам и по ПТхам. А вы, чтобы это все не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Надеюсь, был вам полезен. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.